В 50-е годы XIX века случилась самая кровопролитная война в истории человечества. Это была гражданская война в Китае, получившая название «Восстание тайпинов». В современных политкорректных книжках пишут, что эта война случилась потому, что некоторые жители Китайской империи неправильно или слишком буквально поняли христианских проповедников, которые несли свет веры Христовой в портовых городах. Тайпины хотели провести жизнь на своей родине в соответствии с заповедями христианства и понятиями о справедливости. Точных цифр о потерях населения нет, но источники доходят в своих оценках даже до 60 миллионов человек. Желающие могут оценить масштабы событий по китайскому фильму «Полководцы», в котором одного из полководцев играет Джет Ли. А самые любознательные должны посетить музей тайпинов в китайском городе Нанкиди. Кстати, Мао Цзэдун называл лидера тайпинов великим революционером. Империалистические хищники не применули воспользоваться слабостью Китая и начали против него так называемую Вторую опиумную войну. В результате правительство Китая согласилось разрешить иностранную торговлю в Китае, в страну усилился поток опиума из Британской Индии, а китайцев стали использовать как дешевую рабочую силу за рубежом. Сначала это были британские и французские колонии, а потом весь свет. В 1917 году Октябрьская революция в нашей стране приветствовала большое количество китайских кулей, трудившихся на строительстве железных дорог. Даже самая наша северо-западная дорога в Мурманск – это их рук дело. После революции китайцы влились в ряды Красной Армии. Один из персонажей фильма «Красные дьяволята» был китайцем. В 60-е годы сняли ремейк под названием «Неуловимые мстители», но уже без китайского персонажа. Но вернемся в Китай с середины XIX века. Российская империя к тому времени получила возможность утвердить принадлежность себе территории Дальнего Востока. В те места русские проникли еще в начале XVII века. Но специфика китайского императорского правительства была такова, что оно, это правительство, не хотело вступать в дипломатические сношения с иностранцами. Политика самоизоляции плюс различия политических культур. Дипломатическая практика Китая того времени была бесконечно далека от принятой в остальном мире. Отчасти такое положение дел сохраняется до сих пор. Никто не мог заставить китайское правительство определить границу между нашими двумя империями. Пользуясь случаем и плохим положением Китая, губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев вынудил императорское правительство подписать договоры, установившие границы. Эти договоры закрепили фактическое положение дел в территориальном вопросе, исключив в будущем возможность непредсказуемых попыток передела земель. Как видите, инициатором установления статус-кво выступила Россия. От китайских студентов я слышал такую характеристику этих договоров. Позорные договоры. Такой точки зрения придерживаются китайские ученые. Но, простите, Муравьев добился установления определенных границ, чем предотвратил возможность возникновения конфликта между нашими государствами. Разве это плохо для Китая? Что, Китай рассчитывал где-то в другом месте провести свою границу? Кстати, если бы не эти договоры, то граница прошла бы южнее, и русский город Харбин так и остался бы русским. Муравьев стал Муравьевым Амурским. Его портретом вы можете любоваться на пятитысячной купюре. На полуострове Норшельд был заложен город Владивосток. По одну сторону от полуострова Амурский залив, а по другую – Муравьевая бухта. Это все в память Муравьева Амурского. Началось заселение Дальнего Востока. В ту пору железной дороги не было. Дорога, по которой можно добраться на телегах, ее тоже не было. Первая автодорога, по которой можно было бы добраться из Москвы до Владивостока, вы не поверите, появилась в 21 веке. Как же заселялся Дальний Восток в те далекие годы? Морским путем из Балтийского и Черного морей вокруг всего Старого Света плыли переселенцы. Суэцкого канала тогда еще не было. В Австралии и в Новой Зеландии забили тревогу. Совершенно очевидно, что русские плывут не на Дальний Восток. Во-первых, чего им там делать? Там сопки. А русские любят степи распахивать. Летом там висит в воздухе какая-то водяная пыль. Кажется, это называется муссонный климат. А посмотрите на Австралию. Она как специально для русских сделана. Лесостепь, вернее, кустарника-степь, буш. Это так называется. Во-вторых, Австралия к России в полтора раза ближе, чем Владивосток, если морем плыть. В-третьих, она не обороняема от России. Это удивительно, но это так. Армии там нет. Ближайшая английская армия в Индии. Она стоит там на готове к отражению русского вторжения через Центральную Азию и Афганистан. Это называлось тогда большой игрой. Постоянно шел турнир теней, в котором оттачивала свое мастерство российской тайной службы, военная разведка. Самым долго пожившим из лицеистов, переживших Пушкина Александра Сергеевича, был Горчаков Александр Михайлович. Он был большим мастером этой большой игры. Не иначе Горчаков делает отвлекающий маневр. Вот-вот в беззащитных Австралии и Новой Зеландии высадятся русские крестьяне. А где крестьяне, там и солдаты. Чтобы их исторгнуть прочь, придется начать переброску войск из Индии. Тем временем русские силы вторгнутся через Среднюю Азию. С ними соединятся войска иранского шаха. Тришкин кафтан получается. Так можно и Индию потерять, и Австралию. В Австралии и в Новой Зеландии началась паника. Метрополия нас бросит на произвол судьбы, а эти бородатые, нечесанные крестьяне займут тут все. Нужно защищаться самим. Так порт Виллингтон, столица Новой Зеландии, превратился в самую мощную морскую крепость. Крепость была построена по последнему слову, по самой трезвой и светлой мысли военной науки. Мощные орудия были размещены под землей в специальных казематах. Они должны были стрелять по навесной траектории через отверстия в крышах своих подземных убежищ. Вся акватория была пристрелена. А русские так и проплыли мимо. Ни Индии, ни Австралии, ни Новой Зеландии. Они захватывать и не собирались. Когда читаешь или рассказываешь сам о таких исторических возможностях, которые упустила Россия по милости своих недостаточно квалифицированных и инициативных правителей, становится очень досадно. Ведь австралийский телесериал «Женщина-детектив» Мисс Фрайани Фишер мог бы быть российским. Ну, назывался бы он как-нибудь так, следователь Угро Фанни Фишер. Так это было бы даже много лучше, я вас умоляю. А так, вам остается только подписаться на мой блог. И самое главное, смотрите его регулярно. У меня есть еще «Кино и немцы», «Диалоги Дея». Это все в ютюбе на канале «На дне российской науки». Это от слова «День». «Сказки Бояршного» есть на сайте Самиздат. Кроме того, я и вконтакте есть, и на фейсбуке встречаюсь. Приходите, будем вместе лампы гасить.